адмирал бёрд вы побывали и на северном и на южном полюсе остались ли на этой земле какие-нибудь неизведанные земли которые могли бы понравиться предприимчивым младым американцам да есть и не в районе северного полюса потому что там сейчас становится тесно потому что они поняли что там действительно можно жить но и использовать в военном отношении но как ни странно сегодня в мире осталась территория размером соединенные штаты которую никогда не видел ни один человек и она находится за полярным кругом по другую сторону южного полюса от центральной америки так оно и есть я думаю это просто удивительно что существует такая большая не исследованная территория это потрясающая вещь так что там на дне мира нас ждет еще много приключений адмирал вы надеетесь увидеть это мы нашли достаточно угля в пределах 180 градусов это в нескольких милях от южного полюса на огромной горной гряде она не покрыта снегом его достаточно чтобы обеспечить весь мир на довольно долгое время ну что же вот и весь уголь так вот есть свидетельство существования многих других минералов мы почти уверены что здесь есть нефть теперь когда уголь показывает дно мира сейчас это безусловно самое холодное место в мире там где находится этот уголь зимой бывает 100 градусов ниже нуля ну что же когда-то здесь были тропики так что мы думаем что там есть нефть и доказательства возможно уран разве это какой-то секрет а есть ли там уран я полагаю что это было бы единственной практической вещью за которой можно было бы действительно охотиться все остальное было бы экономически неосуществимо не так ли ну что же поскольку мы безрассудно расходуем наши ресурсы придет время когда мы сможем это сделать нам придется заняться поисками этого материала там там ты знаешь я избегал того что ты сказала буране я в этом не уверен я не хочу чтобы весь мир воевал из-за антарктики адальберт существует ли конкуренция между другими странами за то чтобы попытаться получить информацию об антарктике и возможно обезопасить некоторые из этих ресурсов в общем да в настоящее время несколько стран проявляют большой интерес россия проявляет к нам огромный интерес в этом я уверен австралия отправляет туда экспедицию а также аргентина чили новая зеландия великобритания и так далее теперь ты понимаешь почему эти люди там внизу проявляют интерес потому что они живут там новозеландцы аргентинцы чилийцы и австралийцы и и поэтому мы не очень-то заботимся о том чтобы заявить свои права все что угодно адмирал из-за вас мои слова звучат несколько натянута так ли много экспедиции сейчас там или находятся на пути туда ну ты знаешь как я уже сказал это самое спокойное место в мире но я не думаю что это продлится долго из-за такого пристального интереса со стороны других стран и этой нации ну что же адмирал скажи гафлер я могу спросить тебя если большая разница между вершиной мира и его дном так оно и есть так вот северный полюс это центр океана глубиной в 10 футов южный полюс это центр плато высотой в 10 футов северный полюс окружен океанами которые слегка замерзли материк аорты окружен поясом льда толщина замерзших морей составляет по меньшей мере 1200 миль сейчас юг представляет собой плато в некоторых местах высота льда достигает 14 футов я побывал в 13 районах и там наверху немного прохладно так что между верхней и нижней частями земного шара существует огромная разница я так не думаю там на севере в северном ледовитом океане на самом деле не очень холодно я так не думаю